Итак, все, мы продолжаем. Всем привет. Меня зовут Алексей Авдеев. У нас тут небольшая смена ведущих. Я СТО в продуктовой лаборатории МИШ и ведущий этого зала. Сейчас у нас будет следующий доклад. Я хотел напомнить, что все вопросы будут в чате зала. Вы это уже знаете. Задавайте вопросы как можно раньше, так больше шанс, что я их успею прочитать. Лайкайте вопросы, которые вам нравятся. Так они тоже попадут вперед. У нас в этот раз будет три приза за лучший вопрос, поэтому все смогут побороться. Итак, давайте встретим нашего следующего докладчика Владимир Гурьянов из Фланд. Привет, Вов. Как дела? Отлично. Слушай, классное название доклада. Я прям заценил. Я должен это прочитать. Мимо течного дома я без метрик не хожу, то импром в забор просуну, то Мимиру покажу. Все правильно. Все так? Да, пром — это Prometheus. Все верно. Все. Друзья, давайте аплодисменты и начинаем. Всем привет. Сегодня будет достаточно много контента, поэтому давайте сразу же начинать. Меня зовут Вова, я работаю в компании Фланд. И так исторически сложилось, что долгое время одна из основных услуг нашей компании — это был DevOps as a Service. Сейчас в рамках этой услуги у нас более 150 компаний, более 150 клиентов, более 6000 серверов, более 30 тысяч приложений. Ну и очевидно, для всего этого есть мониторинг, но это такая более локальная история. Это мониторинг в каком-то классе рекубернатес, который отвечает за приложение или за группу приложений. С другой стороны, в Афланте есть линейка приложений. И одно из таких приложений — это Акметр, это SaaS, он прям, система мониторинга. Сейчас в SaaS-версии больше 250 клиентов, более 30 миллионов метрик в минуту, более 6000 хостов. И это совсем другая история про то, как собрать метрики из разных мест в одном месте, как поделить и предоставить права к разным частям метрик, как записать большие объемы, при этом не порваться. И сегодня я расскажу про совокупность этих двух историй. И мой доклад будет в виде такого небольшого мини-сериальчика из трех серий про компанию, которая развивается от небольшого стартапа до такого большого трансатлантического гиганта. Но прежде чем перейти непосредственно к этой части, нам нужно определиться, кто же будет в главной роли. Какая система мониторинга будет выступать в главной роли. И тут я хочу вам признаться, я считаю, что одна из самых крутых систем мониторинга — это Zabix. Я с ней познакомился еще, когда устроился только в первое место работы. Это было лет 15, может быть, чуть больше назад. И тогда это уже была такая взрослая, зрелая система мониторинга. Первый ее релиз состоялся в 2001 году, 21, почти 22 года назад. И, как вы все понимаете, любой продукт разрабатывается с учетом тех потребностей, тех задач, которые есть в текущий момент на рынке. И какие задачи у системы мониторинга? Мониторить наше приложение, мониторить нашу инфраструктуру. Как выглядела инфраструктура лет 15-20 назад? Это были монолитные сервера, физические сервера, монолитные приложения. Релизились мы достаточно редко, там, один-два раза в год. При этом вся инфраструктура была достаточно монолитная. Ну и количество метрик было такое относительно небольшое. Там 10 тысяч метрик, там может быть 20 с целого проекта. Это какие-то базовые метрики операционной системы, это метрики с баз данных, запущено, не запущено наше приложение. Если повезет, это хелс-чеки. Так ли выглядит современная инфраструктура? Ну, конечно же, нет. Мы все с вами с ней работаем и понимаем, что она имеет совершенно другую конфигурацию. Сейчас у нас есть облака, сейчас у нас нет монолитных, как правило, приложений. Это микросервисы. У нас появился Кубернетас. Релизимся мы намного чаще. Это там один раз в неделю, может быть, сто раз в неделю. Или есть компании, которые по сто раз в неделю выкатывают релизы и при этом живут счастливо. При этом нам стали важны бизнес-метрики. А также в целом все это привело к тому, что теперь мы собираем минимум 10 тысяч не с одного проекта, а с одного хоста. И это минимум. В большинстве случаев это намного больше. Плюс инфраструктура стала очень динамичной за счет облаков Кубернетаса, за счет частых выкатываний новых релизов. И это все добавляет еще больше метрик. И это все приводит к тому, что нам нужна та система мониторинга, которая будет отвечать современным потребностям. Что бы хотелось от такой системы мониторинга? Во-первых, чтобы она могла сама находить то, откуда собирать метрики. Потому что инфраструктура динамичная. Если нам каждый пот нужно будет ручками заводить в систему мониторинга, такая система просто не будет работать. Также хотелось бы, чтобы можно было как по мгновению волшебной палочки собирать бизнес-метрики. Поскольку данных стало больше, хотелось бы, чтобы можно было над ними выполнять какую-то агрегацию. Ну, потому что с сырыми данными просто невозможно уже оперировать. Ну и может обрабатывать миллионы и миллионы метрик, потому что метрик просто стало больше. И с учетом этих требований Zabbix сейчас выглядит как Nokia 3310. Он прикольный. В целом до сих пор есть задачи, с которыми он отлично справляется. Но согласитесь, увидеть человека с таким телефоном сейчас, ну, наверное, не совсем обычно. И кажется, нам нужна та система мониторинга, которая будет удовлетворять всем нашим потребностям. И я считаю, что такая система мониторинга — это Prometheus. Но я предлагаю вам не верить мне на слово, и давайте посмотрим вообще, что из себя представляет Prometheus и насколько он нам подходит. Prometheus — это приложение, это система мониторинга, которая была разработана компанией SoundCloud. Как-то раз на одной из конференций они услышали про систему мониторинга Google, про их внутреннюю систему мониторинга BorgMon. И им захотелось сделать нечто похожее, но опенсорсное. И таким образом в 2014 году состоялся первый публичный релиз Prometheus. Prometheus — это приложение, написанное на языке Go, и это такой один бинарный чик, который вы запускаете. Но внутри этого бинарного файла есть несколько условно-независимых процессов. Давайте посмотрим, что он делает под капотом. Ну, во-первых, у него есть сервис Discovering. Это процесс, который отвечает за взаимодействие с внешними API-системами, такими как AWS, Kubernetes, Console, DigitalOcean. Там большой-большой список интеграций. Он опрашивает эти API-системы и составляет список хостов, с которых он может получать метрики. Дальше он этот список передает в процесс, который называется Scraping. По сути, это сбор метрик. В Prometheus сбор метрик осуществляется по пол-модели, по протоколу HTTP. То есть, по факту, Prometheus ходит на разные HTTP-эндпоинты и говорит, дай мне метрики. На что ему какое-то приложение отвечает, держи. И возвращает ему страничку, на которой по интекстам написаны метрики и их текущие значения. Откуда Prometheus может собирать метрики? Ну, во-первых, есть целая группа приложений, которые называются экспортеры. По сути своей, это приложение, которое умеет доставать метрики из каких-то источников. Ну, например, база данных или операционная система и предоставлять их в понятном для Prometheus виде. А также есть специальные клиентские библиотеки для большинства современных языков программирования и фреймворков, которые позволяют очень быстро доставать те самые бизнес-метрики из наших приложений. Ну, а откуда же их еще доставать, если не из приложений? Так вот, мы собрали метрики, и теперь мы хотим их сохранить. Для этого в Prometheus есть своя собственная база данных Time Series Database. Про нее мы поговорим подробнее чуть позже, а пока двигаемся дальше. Помимо всего этого, после того, как мы сложили метрики, нам, очевидно, хочется посмотреть на них. И для этого в Prometheus есть свой собственный UI. Но он очень ограниченно функциональный. В нем нельзя сохранять графики. У него есть только один тип графиков. Это с помощью линий. В общем, в большинстве случаев никто им не пользуется, а использует графану. И для извлечения данных из Prometheus используется свой собственный язык запросов PromQL, который в частности позволяет производить различные агрегации. Начиная от каких-то самых простых, сложения и вычитания нескольких метрик и заканчивая достаточно сложными. Это перцентили, квантили, синусоиды, косинусоиды. В общем, все, на что у вас хватает фантазии, еще немножко сверху. Помимо этого, в Prometheus есть еще один процесс, который позволяет делать две простые штуки. Во-первых, он позволяет описать запрос и результат этого запроса сохранить в виде новой метрики. То есть, по сути, там есть некий внутренний крончик, который каждые 30 секунд, каждую минуту выполняет запросы и результат сохраняет как новую метрику. Это бывает очень удобно, когда у вас есть большие нагруженные дашборды со сложными вычислениями, и чтобы каждый раз не производить вычисления заново, вы можете описать запросы и дальше просто во время построения дашборда доставать нужные метрики, уже предпосчитанные. А также есть механизм, который позволяет обрабатывать алерты, ну или триггеры. Идея точно такая же. Мы описываем промо-кл-запрос, описываем трэш-холд. При пересечении трэш-холда срабатывает алерт, и информация о нем отправляется. Но при этом Prometheus не отправляет уведомления к нам в канал, там, e-mail, Slack и так далее, а делает просто пуш-вызов какой-то внешней системы. И в базовом варианте такой внешней системой является Alert Manager. Он производит предобработку алертов. Там можно строить достаточно сложные пайплайны, которые позволяют группировать алерты, мьютить какие-то алерты, роутить их и так далее. И после этого уже при необходимости доставлять их по соответствующим каналам. Вот примерно так работает Prometheus. При этом, на мой взгляд, одной из ключевых элементов любой системы мониторинга является Storage. Поскольку если у вас Storage медленный, неэффективный, ненадежный, то все остальные high-level фичи будут также медленные, неэффективные, дорогие, ненадежные. И сейчас давайте посмотрим чуть подробнее, что из себя представляет Storage. Но не только Prometheus, а в целом, что из себя представляет Time Series Database и насколько они подходят под те условия, которые у нас есть, и под те задачи, которые у нас есть. И для этого давайте рассмотрим простой пример. Допустим, у нас есть какой-то источник данных, пусть это будет градусник, с которого мы будем каждые 60 секунд собирать данные. Что из себя представляют данные? Во-первых, это текущее значение с этого источника, в нашем примере это температура, и timestamp, когда были получены эти данные. При этом значение это data, это flow64, timestamp это тоже flow64, 8 байт плюс 8 байт, суммарно получается 16 байт. И далее мы эти 16 байт записываем в файл. После того, как мы записали данные в файл, проходит минута, мы собираем следующие, следующие, следующие. Через какое-то время мы получаем данные за час, и теперь мы хотим посмотреть, вывести эти данные на график. Здесь тоже все достаточно просто. Мы читаем либо полностью файл, либо частично, который содержит только нужный набор нам данных. По оси Y мы отображаем значение, по оси X timestamp все просто прочитали, отобразили на графике. Но все становится намного интереснее, когда у нас не один источников, а допустим миллион. Как в этом случае можно поступить? Давайте попробуем решение в лоб. Мы убедились на примере одного графика, что запись данных в один файл работает хорошо. Поэтому давайте писать данные от каждого из миллиона источников в свой отдельный файл. И получается, данные от первого источника мы записываем в первый файл, данные от второго мы записываем во второй, данные от миллионного мы записываем в миллионный. Итого, у нас получается миллион файлов. Если мы хотим посмотреть данные от какого-либо источника, тут все тоже достаточно просто. Мы просто берем, читаем нужный нам файл и отображаем их на графике. Кажется, этот вариант нам отлично подходит. И на самом деле в Prometheus первой версии использовалась примерно вот такая же схема. Но есть нюансы. Куда же без них? Давайте попробуем копнуть чуть глубже. И у нас есть миллион источников. Соответственно, нам в течение минуты нужно записать в миллион файлов миллион значений. Что для этого нужно сделать? Ну, соответственно, миллион input операций в течение одной минуты. И это получается примерно, даже не примерно, а точно, 16,5 тысяч input-output операций. Это количество не выглядит огромным. С этим справится, в принципе, любая современная SSD-шка. Но давайте копнем чуть глубже. Вы помните, что данные у нас занимают 16 байт? Это текущее значение плюс timestamp. И чтобы сделать 16,5 тысяч input-output операций по 16 байт, в день у нас получается примерно 22 гигабайта данных. 22 гигабайта данных тоже, в принципе, нормальная себе история. Копаем глубже. Чтобы записать на SSD-шку 16 байт, что нужно сделать? Ну, на первый взгляд, просто записать 16 байт. На самом деле, нифига это не так. Так, современные SSD-шки пишут данные блоками. Как правило, это блоки в 16 килобайт, могут быть 32 килобайта, но в сути это не меняет. И для того, чтобы записать 16 байт в SSD, нам нужно прочитать 16 килобайт, изменить в них 16 байт и потом обратно положить 16 килобайт. С учетом этого изменяем начальную формулу, и получается 16,5 тысяч иопсов мы умножаем на 16 килобайт, и получается 22 терабайта в день. Согласитесь, цифра существенно подросла. И проблема здесь основная заключается в том, что если мы каждый день будем перезаписывать на нашу SSD-шку по 22 терабайта, то это быстро приведет к тому, что SSD-шка умрет. У всех SSD есть определенное количество циклов перезаписи, и 22 терабайта это достаточно много. И это у нас миллион источников, а если у нас будет 10 миллионов, то это уже будет не 22 терабайта, а 220, и SSD-шка умрет еще быстрее. Если вам кажется, что миллион источников это много, то на самом деле нет, и, например, пустой кластер Kubernetes выдает где-то 200-300 тысяч метрик. Если мы туда добавляем приложение, начинаем скейлить наш кластер, то вот самый небольшой проект, то это уже получается 700-800 тысяч. Если большой проект, то цифры могут доходить до 10-15 миллионов метрик. Плюс мы собираем их намного чаще, чем раз в минуту. В общем, это не рабочий вариант. Окей, если так не работает, и наши SSD-шки не будут выдерживать такую нагрузку, что можно сделать? Ну, давайте попробуем другой вариант и будем писать все данные от источников не в разные файлы, а в один файл. И получается у нас в первую минуту мы берем данные от всех источников и записываем их в файл. Поскольку данные мы теперь пишем блоками, то проблем с производительностью и с умиранием SSD у нас нет. При этом через минуту мы дописываем еще данные, через минуту еще данные, и в итоге получаем какой-то набор данных. Здесь в целом выглядит, что все хорошо. У нас получается 16 байт на миллион источников. У нас получается примерно 15 мегабайт за минуту нам нужно записать. И с такой скоростью записи справится любой SSD, даже обычный HDD-шник с этим справится без проблем. Но вопрос, как нам прочитать из этого файла данные, как их отобразить на графике. А для этого, если мы хотим посмотреть данные по какому-то из источников, нам нужно произвести сканирование всего файла. А файл у нас получается 23 гигабайта за день. И получается, что сексканом нам нужно просканировать файл в 23 гигабайта, найти нужные точки и после этого отобразить их на графике. В целом на файлах в 23 гигабайта это еще работает. Но если у нас будет не миллион, а 10 миллионов, то файл уже будет 230 гигабайт. А если мы хотим посмотреть данные не за сутки, а за месяц, это будет еще больше. В общем, такой подход имеет очень ограниченное масштабирование и очевидные проблемы с производительностью. И это проблема. В чем заключается проблема основная? А заключается она в том, что данные мы всегда читаем горизонтально, то есть нам нужно последовательно данные от какого-то источника. А пишем мы их всегда вертикально. У нас приходят вертикальные срезы, где сразу есть наборы от большого количества источников данных. Как можно решить эту проблему? У нас есть миллион источников, и мы можем записывать поступающие данные от этих источников в один файл. Мы выяснили, что это работает быстро и хорошо. А также мы можем записывать их в оперативную память, но уже сгруппировав по временным рядам. Память — это Random Access Memory. И на самом деле она не совсем рэндом, но она намного более рэндом, чем SSD. И это позволяет нам спокойно записывать туда и 16,5 тысяч и опсов, и 165 тысяч. И в целом для оперативной памяти такое количество изменений не проблема. При этом возникает вопрос, а зачем же нам писать данные на диск в этот файлик последовательно. Здесь все тоже достаточно просто. Память такая штука, она очень ненадежная. Мы перезапустили приложение, память очистилась. Чтобы иметь возможность восстановить наши данные в памяти, мы можем перечитать последовательно файл и восстановить блок данных в памяти. Так вот, мы пишем в память, и спустя какое-то время мы финализируем наш блок. Допустим, это будут часовые блоки, и сохраняем его на SSD. После этого данные из файла можно удалять, данные из памяти можно также удалять. И повторяем это действие n количество раз, пока поступают данные. Формируем один блок, формируем второй блок. И спустя час у нас появляется один блок. Спустя два часа у нас уже два блока. Спустя месяц у нас получается 720 блоков. И вроде бы 720 файлов, 720 блоков это немного. Но, допустим, мы хотим посмотреть загрузку по CPU, по ядрам на ноде, на которой 100 ядер. При этом CPU это же не одна метрика, это 5. Там и овейты, стилы, систем, юзер, ну еще что-то еще там есть. В общем, 5 метрик. Итого, получается, нам нужно 5 метрик достать из 720 файлов. И это уже получается много. И это приводит к тому, что с ростом количества файлов это начинает работать медленно. Как можно решить эту проблему? Тут тоже все достаточно просто. Мы можем наши часовые блоки помержить в блоки большего размера. Например, в 4-часовые. Дальше 4-часовые, в 16-часовые. Ну и так далее. При этом глубина этого самого мержа очень сильно зависит от реализации TSDB. Есть реализации, где это одноуровневые. Мы формируем блоки в памяти и дальше записываем их на SSD. Есть, где, как на данной схеме, есть более глубоким уровнем мержа. Но суть, я думаю, вы понимаете. Итого, у нас была проблема, что читаем данные мы всегда горизонтально, пишем вертикально. С таким подходом это больше не проблема. Но вначале, когда я предложил рассмотреть пример, я упустил один важный момент. Смотрите, у нас есть миллион датчиков, и мы данные от них пишем в файл. Или там в несколько файлов. И тут возникает вопрос, а как же нам идентифицировать эти самые датчики? Как понять, к какому из датчиков относятся те или иные данные? И в Time Series Database для этого, как правило, используются лейбл-сеты. Лейбл-сет — это набор пар, ключ-значение, ключ-значение. Например, для метрики CPU usage, для ноды curiosity, для четвертого ядра лейбл-сет будет выглядеть вот таким образом. И получается, что у нас для каждого датчика есть свои лейбл-сеты, которые позволяют уникально идентифицировать этот самый датчик. В дальнейшем мы будем использовать упрощенное название лейбл-сета, фигурные скобочки Ls. Но тут есть важный момент, что хранить лейбл-сеты с каждым временным рядом очень неэффективно. Это будет приводить к существенному расходованию ресурсов. Поэтому, как правило, лейбл-сет ассоциируют с ID-шником и с временным рядом уже записывают непосредственно ID лейбл-сета. Как это будет выглядеть в нашей схеме? У нас есть все тот же миллион датчиков. У каждого датчика есть свой лейбл-сет. И в памяти в нашем блоке есть специальная мапка. Когда поступают данные от первого источника, мы присваиваем нашему лейбл-сету ID-шник. После этого мы этот же мэппинг записываем в файл на диск и записываем данные от этого источника, добавляя к нему уже ID того лейбл-сета, к которому относятся эти данные. И потом то же самое записываем в память. Дальше мы проделываем то же самое для остальных источников. Мы добавляем в маппинг лейбл-сета в ID. Мы записываем данные в наш файл. Мы записываем данные по временным рядам в оперативную память. Когда первый раз мы прошли этот цикл, то, как правило, список источников не очень сильно меняется. И дальше нам нет потребности пополнять постоянно наш маппинг. И мы можем просто продолжить дописывать наши данные, как ID-шник, текущее значение, темп-стемп. Потом мы заканчиваем формировать наш блок в памяти и сохраняем его на диск уже вместе с этим маппингом. При этом в зависимости от реализации Time Series Database есть разные варианты. Где-то используется сквозная нумерация лейбл-сетов. То есть независимо от блока, везде они будут иметь одинаковые ID-шники. В каких-то ID-шники для каждого блока генерируются уникальные. Но поехали дальше. После этого мы формируем следующий, следующий, следующий блок. И теперь, чтобы построить график, нам нужно сделать следующую вещь. Нам приходит запрос на отображение данных по лейбл-сету. Первое, что нам нужно сделать, нам нужно разрешить этот лейбл-сет в ID-шники для каждого блока. После этого мы находим необходимые нам ID-шники в блоках и получаем по ним данные. Из этих блоков дальше по этим данным мы можем отобразить график. И все достаточно просто и понятно. Давайте подведем промежуточный итог. Итого, у нас была проблема с тем, что данные пишутся вертикально, читаются горизонтально и с подходом с разворотом на 90 градусов памяти. Больше это не проблема. Для идентификации источников мы используем лейбл-сеты. И у нас есть журнал, в который мы пишем данные последовательно. В памяти мы храним активный блок, разгруппированный по временным рядам. По завершению формирования активного блока мы завершенные блоки записываем на диск. И такой подход называется на самом деле Logstracted Merch 3. И в большинстве современных систем мониторинга, таких как VictoriaMetrix, InfluenceDB, используется именно этот подход. Причем у InfluenceDB и VictoriaMetrix это прямо написано в документации, что мы используем ТСДБ, построенное на основе LSMT. У Prometheus такого в документации нет, но большая часть из того, что я вам рассказывал до этого, это было непосредственно про Prometheus. Такой получился достаточно нагруженный кусочек. Я напомню, про что мы до этого разговаривали. Мы сформулировали требования, которые мы хотели бы видеть в современной системе мониторинга. Мы посмотрели, как устроен под капотом Prometheus, что он умеет. Поговорили подробнее про то, что из себя представляет Time Series Database. И теперь смотрите, что получается. В Prometheus есть сервис Discovery, который позволяет подстраиваться под динамичность нашей инфраструктуры. В Prometheus есть инструменты для сбора метрикс-приложений. В Prometheus есть собственный язык запросов, который позволяет нам быстро и удобно агрегировать метрики и позволяет за счет этого работать с большим количеством метрик. И есть специализированная база данных, заточена как раз-таки под большое количество метрик. И вот она прям предназначена для того, чтобы работать с метриками. Плюс к этому у Prometheus сейчас прям огромная комьюнити, что позволяет находить быстро вопросы практически на любые проблемы, находить ответы. Плюс к этому есть огромное количество экспортеров, разрабатываемого комьюнити. И это позволяет нам быстро начать мониторить практически, мне кажется, все что угодно, даже температуру воды в бутылке. И получается, что Prometheus отвечает всем тем требованиям, которые предъявляются к современной системе мониторинга. И он идеально подходит к нам на главную роль. И сейчас самое время перейти непосредственно к нашему сериальчику. Итого, компания Prometheus — это небольшой стартап, у которого еще нет внешних клиентов. это компания, у них есть классная идея, и они ищут инвесторов, клиентов и так далее. На данный момент в компании есть три человека. Это Петя и Гена, которые являются разработчиками, и Василий — это CTO. И основная задача Василия — искать инвесторов. Он ходит по разным людям, показывает свою идею, рассказывает. И вот как-то раз презентация прошла не очень успешно, приложение тормозило пару раз, в процессе упало. И логично, после этого он приходит и спрашивает, ребята, а что это было? Давайте попробуем разобраться. Петя говорит, слушайте, ну, я не знаю, у нас нет никакой системы мониторинга. Понять, что было в прошлом, не могу. Мы вообще в целом код пишем, у нас стартап. И первая задача, которая появляется в компании, это сбор метрик. В случае с Prometheus схема будет выглядеть очень просто. У нас есть Prometheus, который собирает какие-то данные, и к нему подключена графана. Логичный вопрос, что будет, если Prometheus упадет? Ну, очевидно, что в такой схеме ничего не будет, нету Prometheus, нету данных. Prometheus работает по пол-модели. Если он не работал и не собирал данные, то получить ему их неоткуда. И это один из первых минусов такой схемы. Нет отказа устойчивости. Также, поскольку Prometheus архитектурно не приспособлен к шардированию, к какому-то масштабированию, он очень сильно ограничен теми ресурсами, которые есть на тачке. И это второй минус – нет масштабируемости. А мы тем временем едем дальше. У нас вторая серия. Компания подросла. Уже прошло больше года. У нее появились и внешние клиенты, и инвесторы. Штат компании тоже увеличился. Петя с Геной теперь – это не два единственных разработчика. У них появились коллеги, которые помогают им разрабатывать. Инфраструктура тоже подросла. Поэтому Гена подключился к обслуживанию инфраструктуры. И вот как-то раз в пятницу, в полвторого ночи, как это часто бывает, Вася получает сообщение от клиентов, что что-то не работает. Он звонит Пете и говорит, слушай, Петь, можешь посмотреть, что не работает, что у нас отвалилось. Это важно. У нас как бы клиенты страдают. А Петя говорит, ну, слушай, у нас один Prometheus, виртуалка упала, что происходит, я не знаю. И логично у нас появляется следующая задача – это отказоустойчивость. У нас была схема, в которой у нас есть один Prometheus, в нем он собирает данные и графана. Как решается вопрос отказоустойчивости в Prometheus? Очень просто. Мы ставим второй Prometheus. Что может быть еще проще? Поскольку пром работает по пул модели, то мы просто копируем конфигурационный файл, и он начинает собирать два Prometheus, и он начинает собирать метрики из одних и тех же источников данных. Но давайте разберемся, как это работает, чуть-чуть поподробнее. Смотрите, все очень просто. У нас есть один Prometheus, у нас есть второй Prometheus, перед ними есть load balancer, который балансирует между ними трафик. Если запрос приходит на первый Prometheus, данные отдаются с него. Если запрос приходит на второй Prometheus, данные отдаются с него. Все красиво, все очень просто. Но есть один коварный вопрос, а что будет, если Prometheus упадет? Ну, один из них упадет. На первый взгляд, все должно быть хорошо. Наш load balancer выкидывает его из балансировки, на него не приходят запросы, рабочий продолжает обслуживать. И все хорошо. После этого наш Prometheus запускается, и тут возникает проблема. В той самой пул модели, поскольку в данных в Prometheus появляется дырка. Ну и, соответственно, если после этого данный запрос приходит на тот Prometheus, который какое-то время не работал, мы увидим дырку на графиках. Что с этим можно сделать? Вариант номер первый, самый простой, самый лобовой. Мы можем в графане сделать два дополнительных дата-сорса, которые позволят нам в случае дырок на графиках посмотреть данные в каком-то конкретном Prometheus, в котором нету этих самых дырок. И все очень просто. Мы приходим в рабочий Prometheus, получаем от него данные и живем счастливо. Но на этом вопрос они заканчиваются, потому что, а что будет, если мы будем обновлять Prometheus? В этом случае они будут последовательно перезапускаться, и мы увидим примерно следующую картину, когда в одном Prometheus есть часть данных, в другом Prometheus есть другая часть данных, и куда бы мы ни пришли, мы в любом случае увидим дырки на графиках. Прежде чем пойти дальше, я скажу, что в целом решение с двумя дата-сорсами в большинстве случаев бывает достаточно. Если вам этого недостаточно, то есть решение. Оно есть с нюансами, о которых я расскажу дальше. Суть решения заключается в том, что мы ставим прокси перед Prometheus. Но это не какой-то просто прокси ин джинкс, а это специализированный прокси для Prometheus. В этом случае, когда прокси получает запрос, он получает данные из всех Prometheus, производит мерч этих данных, после этого на смердженных данных он выполняет пром.ql и возвращает ответ пользователю. Какие минусы у этого решения? Поскольку на данный момент от разработчиков Prometheus нет никаких официальных решений по реализации таких прокси, есть только сторонние, и мы становимся зависимыми от этой реализации, поскольку нам нужно, чтобы версия пром.ql и то, как выполняются эти запросы, соответствовала тому, какие у нас Prometheus. И это не всегда бывает так. Мы тестировали разные версии, в целом есть рабочие, но в продакшене мы это не используем, поэтому какое-то конкретное решение я вам не могу порекомендовать. Но в целом, если вам потребуется, можете погуглить, оно ищется очень легко. Мы едем дальше. Итого, получается, у нас есть сбор метрик и отказоустойчивость. Из минусов. Все так же мы ограничены ресурсами машины, на которой запущен Prometheus, плюс к этому есть еще одна проблема. Если посмотреть внимательно в документацию по Prometheus, мы увидим, что изначально Prometheus не задумывался как система, которая может хранить данные долго. То есть 14 дней, 30 дней, пожалуйста. Мы их спокойно складываем, мы их спокойно читаем, все работает быстро, здорово и классно. Но если нам необходимо хранить данные 5 лет, то это уже проблема. И это второй минус текущей схемы. Нет возможности хранить данные долго. Тем временем у нас следующая серия, серия 3. Наша компания превратилась уже в такую большую корпорацию. И количество людей в компании, сотрудников тоже увеличилось. Все те же Петя, Вася и Геннадий. Но появилась еще служба технической поддержки. Инфраструктура стала намного больше, поэтому появилась Снежанна и команда техническая, ну, как бы, апсовая команда, плюс появилась команда технической, несколько команд разработки. И инфраструктура тоже претерпела определенные изменения. Изначально у них был один кластер, и все хорошо работало. После этого кластеров стало больше, какие-то были в разных дата-центрах, но это все еще работало. И вот как-то раз Вася получает эскалацию о том, что часть сервисов не работает. И он, как хорошее СТО, начинает разбираться, а что же происходит. Снежанна говорит, ну, у нас много дата-центров, у нас много кластеров, мы бегаем между ними, между разными графанами, пытаемся понять, что происходит. И действительно, когда у вас становится много кластеров, много дата-центров, такая схема начинает плохо работать вот с локальными Прометеосами, чуть-чуть можно исправить ситуацию и поставить одну общую графану, которая будет ходить во все дата-центры, но все равно мы не можем увидеть картину целиком. Мы не можем понять, что происходит в глобальном. Мы можем только какие-то конкретные кусочки смотреть. И следующий поинт — это централизация метрик. То есть нам нужно как-то собрать метрики все в одном месте от разных источников. И таким решением является Танос, Кортекс, Мемир. Это целая группа приложений, но суть плюс-минус одна и та же. У нас есть какая-то коробка, в которую мы можем писать из наших Прометеосов и можем к ним подключить графану. Логичный вопрос от CTO, которые часто хотят сэкономить деньги, а может быть мы можем отказаться от Прометеосов, которые установлены в кластере, и будет вообще все здорово. Но и да, и нет, не совсем так. Мы можем заменить Прометеос на Prometheus Agent, VM Agent, Grafana Agent. По сути, это такие маленькие приложения, которые умеют собирать метрики и отправлять их во внешнее хранилище. Но у данного решения есть некоторые нюансы. Во-первых, поскольку у нас пропадает штука, которая отвечает на запросы, у нас не будет работать в кластере HPA, VPA. У нас могут быть проблемы с предпосчитанными метриками, поскольку у нас нет штуки, которая это делает теперь в нашем кластере. Это есть в каком-то внешнем сторидже. И если вдруг метрики не поступили, крончик отработал, данных нет, он не сохранил новую метрику, за прошлые периоды пересчитывать он не будет. Ну и также могут быть проблемы с алертами. Если порвалась связь, то максимум, что мы получим, это уведомление о том, что порвалась связь. А что реально происходит в нашем кластере, мы не узнаем. Как вариант решения можно сократить размер прометелуса, который стоит у нас, и сделать ретеншн, допустим, один день. И в этом случае у нас будет работать HPA, VPA, у нас будут корректно работать рекорд рулы, у нас будут работать алерты, мы не будем испытывать с этим проблем. При этом прометелус перестанет потреблять много ресурсов. Итого, у нас получается следующая схема. У нас есть какое-то количество кластеров, которые все пишут в централизованный сторидж. Есть графана, в которой можно посмотреть все метрики. Теперь давайте нырнем чуть глубже и посмотрим, что из себя представляет этот централизованный сторидж. Мы будем делать это на примере Мимира, поскольку, на наш взгляд, это наиболее современное и наиболее продуманное решение. И в частности, Акметр использует в качестве сториджа именно Мимир. И самое простое определение, что такое Мимир. Представьте, основные проблемы прометелуса заключаются в том, что это, по сути, монолитное приложение. И чтобы решить их, разработчики Мимира сделали одну очень простую штуку. Они взяли прометелус и разделили на отдельные микросервисы. Ну вот буквально порезали его на кусочки, и получился Мимир, который является микросервисным вариантом прометелуса. Плюс к этому они добавили возможность разделения данных между различными тенантами. То есть вы можете хранить данные от различных кластеров, от различных дата-центров отдельно друг от друга. При этом, при необходимости, вы можете производить общие запросы, которые позволяют извлекать все данные. Как же выглядит эта микросервисная архитектура прометелуса? На первый взгляд, достаточно сложная схема. И когда я в первый раз ее увидел, я сказал, ууу, не-не, спасибо, пожалуй, мы как-то без него поживем. Но если разобраться, все на самом деле не так страшно. Давайте попробуем это сделать и разделим эту схему на две части. Посмотрим сначала, как записываются метрики, а потом, как их можно читать. Итого, запись метрик. Все метрики изначально поступают в дистрибьютор. И основная задача дистрибьютора – это провалидировать то, что к нам пришли правильные метрики, и выбрать инжестер, в который отправить. Далее данные поступают в инжестер, и инжестер формирует у себя в памяти блоки. Вот те самые блоки, про которые мы говорили в начале. Он их формирует, после того, как блок сформирован, он его финализирует, записывает на диск и отправляет в S3. И в данном случае S3 используется как долговременное хранилище для метрик. И в частности это позволяет нам хранить метрики столько, сколько это нам необходимо. И все зависит только от того, сколько мы можем положить данных в S3, ни от чего больше. Ну, так вот. После того, как метрики записаны в S3, в игру вступает компактор. И он делает тот самый мердж блоков, часовых в двухчасовые, двухчасовые в четырехчасовые и так далее. То есть оптимизирует хранение в S3. И, собственно, это все, что относится к записи. Метрики поступают в дистрибьютор, дистрибьютор валидирует их, записывает в инжестер, инжестер формирует в памяти блок, блок записывается после окончания в S3, и компактор производит мерч блоков. Давайте теперь разберемся, как выглядит процесс чтения. И тут все немножко посложнее. Все запросы изначально поступают в query frontend. Query frontend делает несколько вещей. Во-первых, он проверяет в кэше, есть ли уже ответ на данный запрос. Если есть, то он возвращает сразу ответ. Если нет, он формирует запросы, которые позволяют вычислить этот запрос. Далее querier забирает из query frontend эти запросы и начинает подготавливать данные, которые необходимы для выполнения этого запроса. Во-первых, у нас есть активные блоки в инжестере, и querier идет в инжестер и спрашивает, «Хей, у тебя есть данные? Дай мне, пожалуйста». А во-вторых, он идет в storage gateway. И storage gateway, по сути, это интерфейс доступа к данным в S3. И на первый взгляд может показаться, что storage gateway в данной схеме совершенно лишний. Почему бы к querierу также не забрать данные из S3, как это делает storage gateway? Давайте посмотрим чуть подробнее, попробуем разобраться, зачем появился этот элемент. Storage gateway. У нас есть S3, в котором хранятся блоки. На самом деле они устроены чуть сложнее, чем это представлено на схеме, но для общего понимания нам достаточно такого представления. Есть блок, часть с данными, есть маппинги. Так вот, storage gateway, когда запускается, первое, что он делает, он выкачивает часть блоков, которые содержат маппинги лейбл-сетов в ID. Как правило, это 5-10% от общего объема данных. После этого, когда к нам приходит запрос на чтение, storage gateway, имея у себя локально данные о лейбл-сетах и их ID-шников, резолвует лейбл-сетов в ID и рейндж запросами из блоков в S3, вычитывает только необходимый набор данных. То есть он такой приходит и говорит, а дай мне вот из этого файла вот эту метрику, и еще вот эту, и еще вот эту. Дальше он собирает нужные метрики и отдает их в querier. Итого получается, что у нас querier собирает данные из инжестера, из активного блока, и через storage gateway получает данные по финализированным блокам из S3. После этого он возвращает данные в query frontend, query frontend производит вычисление промкл и отдает пользователю. Получилась достаточно сложная схема, но в целом я надеюсь понятно, как это работает. Теперь есть еще один маленький вопрос, а зачем вообще наградили такую сложную схему? Нельзя было ли сделать это как-то проще? Для этого есть несколько причин. Во-первых, это надежность. Все компоненты Mimira масштабируются независимо друг от друга. И это позволяет нам повысить надежность всей системы в целом. С другой стороны, позволяет нам подстраиваться под тот профиль нагрузок, который есть. Также все компоненты, в которые пишутся или читаются данные, они поддерживают репликацию данных. То есть, по сути, когда дистрибьютор получает запрос на запись метрик, он их отправляет не в один, а сразу в несколько инжестров. В этом случае мы можем спокойно обновляться, спокойно переживать, когда одна или несколько виртуалок у нас выходит из строя, у нас все продолжает работать в штатном режиме. То же самое со storage gateway. Каждый storage gateway содержит копию данных другого storage gateway. Помимо этого, решен вопрос масштабируемости. Поскольку все компоненты поддерживают шардирование данных. И каждый из компонентов содержит не весь-весь-весь полный набор данных, а только ту часть, которая относится конкретно к этому компоненту. Для того, чтобы все компоненты понимали, у кого какой кусочек данных, используется etcd, как такая единая точка для обмена информации. У меня вот здесь вот такие лейбл-сеты содержатся, у меня такие. Я вот пишу в блоке с такими лейбл-сетами, а я вот читаю и отвечаю на запросы только по таким лейбл-сетам. Итого. Еще есть важный момент. Это компактор. История заключается в том, что да, мы уже разобрались в том, что компактор производит горизонтальное уплотнение блоков, но поскольку все данные дублируются на уровне инжестеров, в S3 они записываются также. И компактор на этапе оптимизации блоков производит еще дедупликацию данных. В итоге получается, что у нас есть централизованный сторидж, в котором есть из коробки отказоустойчивость за счет репликации данных, есть масштабирование за счет того, что все компоненты горизонтально масштабируются и данные в них шардируются. Плюс к этому есть возможность хранить данные много лет за счет того, что хранение отделено от системы мониторинга и вынесено в S3. И там мы можем, ну, как бы все зависит только от того, насколько у нас много можно данных записать в S3. Плюс к этому есть возможность разделения мониторинговых данных и возможность организации неких прав доступа. Но есть и минусы у данного решения, куда же без них. Во-первых, сложность данного решения существенно возрастает. Плюс к этому, с одной стороны, у этих продуктов отличная документация, с другой стороны, там есть нюансики. Вот. Сложность сильно возрастает. Плюс требуются дополнительные компетенции. Это кэши обслуживать, etcd, обслуживать S3 и так далее. Есть еще один, два нерешенных вопросов. Несмотря на то, что данные могут разделяться, не решен вопрос авторизации. Мы просто передаем заголовок, запиши нам туда, или прочитай из этого тенанта. Но никто не проверяет, можем ли мы писать или читать оттуда. Плюс к этому потребление ресурсов все так же, как и у обычного Прометеоса, остается высоким. Ну и поскольку схема микросервисная, то скорость работы и взаимодействия всей этой истории очень сильно зависит от производительности нашей сети. Итого, подводя общие итоги, есть такая небольшая табличка. Вы можете помачить те задачи, которые у вас есть, теми решениями из той сложности, которую предлагают те или иные решения. Но наш Василий — это CTO, и CTO часто пытаются как-то оптимизировать работу, поэтому есть еще один вариант. И иногда это бывает рабочий вариант, чтобы не разбираться со всем этим. Бывает проще воспользоваться чем-то уже готовым. На этом мой доклад подходит к концу, но я уверен, мы еще встретимся с этими героями. В конце я хочу поблагодарить всех тех людей, которые помогали мне работать над этим докладом. Это наш CTO David Mecton, это наши дизайнеры, которые нарисовали всю эту красоту, это Михаил Жучков, который помогал в целом с докладом. И, конечно же, вы, спасибо, что пришли, что послушали. На этом у меня все. Да, Вова, спасибо большое. Очень много контента. Можно было доклад три, мне кажется, сделать из этого. Так, погнали. Да, время мало. Давай вопросы. Значит, у народу вспылало про Victoria Metrics. Сравни с Мимиром. Говорят, Victoria Metrics лучше. Ходят такие слухи. На самом деле, это очень дискуссионный вопрос, и ответить на него коротко не получится. Но я попробую. Мы пару лет назад, когда купили компанию Акметру, одна из первых задач была в том, чтобы мигрировать с самописного сторожа на что-то готовое. И мы рассматривали различные варианты. И Мимир там присутствовал, и, конечно же, там присутствовала Victoria Metrics. Скажем так, для нас выбор был однозначен, потому что в Victoria Metrics есть определенные моменты, которые не подходят под наши конкретные кейсы. В целом, Victoria Metrics – это хорошее решение, но нужно всегда разбираться внимательно с нюансами. Так, окей. Что с алертами и рекординг-рулами по старым данным, которые уже были сложены в S3 backend? Все работает хорошо. Смотрите, давайте я быстренько отмотаю на схемку. Вот есть компоненты рулера и alert-менеджера. Он работает так же, как обычный Prometheus, и свои запросы он выполняет через query frontend, который выполняет в query, спускается в storage gateway и может спокойно доставать данные и там, и там. То есть с этим никаких проблем не возникает. Как реализован даунсэмплинг, если есть? Что делать, если нужно в рантайм включить частый сэмплинг меньше одной секунды ограниченного количества метрик? С даунсэмплингом есть нюансы. Его здесь нет. И вы знаете, это с одной стороны плюс, с другой стороны минус. Есть кейсы, когда нужен даунсэмплинг, и с этим есть проблемы. Есть кейсы, когда хочется хранить данные в том виде, в котором они приходили, но не получается. И вот это решение позволяет именно хранить данные без даунсэмплинга столько, сколько вам это потребуется. Как борьтесь с пользователями, которые льют много неиспользуемых метрик, не используют фильтры в экспортерах? Смотрите, здесь два вопроса. Ну, точнее, основной нюанс, что нам в целом не важно, как SaaS решение, сколько пользователей льют метрик. То есть их счет зависит от их количества метрик. И это достаточно хорошо мотивирует людей лить метрики. С другой стороны, если мы говорим про какие-то он прем-решения, то здесь примерно такая же мотивация, но в виде железа. То есть если много команд или проектов льют метрики, не фильтруя, сторож спокойно их переваривает, но инфраструктура растет. Там есть достаточно удобные механизмы, как посмотреть, какой из кластеров, откуда приходит большое количество метрик. И повод задуматься. Плюс там есть возможности на уровне отправки или на уровне приема метрик производить, ну, короче, дропать часть метрик, если есть точное понимание, какие метрики мы не хотим в него записывать. Все, и давай последний вопрос. Как осуществляется разграничение записи и чтения у тенантов? Насколько просто это менеджить, когда много команд используются одним большим инстансом MirMir? О, это отличный вопрос. С точки зрения ванильного Mimira этот вопрос решен практически никак. Там, когда вы записываете, когда читаете данные, вы просто подставляете в заголовок тенант, из которого вы хотите прочитать данные. На этом все. То есть, как бы, ты сказал, я хочу читать данные из этого тенанта. Те сказали, окей, вот тебе данные. Для себя мы решили этот вопрос. У нас есть дополнительная прослойка, которая содержит пользователей, которая содержит API токены, и все запросы на чтение и запись мы перехватываем в маленьком проксе, валидируем, может ли этот пользователь писать или читать данные, есть ли такой токен, и дальше уже в зависимости от результата, ну, как бы, либо отдаем данные, либо не отдаем. И вот это один из тех минусов, которые есть в текущей реализации Mimira, у него нет авторизации. Окей, все. Остальные вопросы предлагаю тебе выйти в чат потом и подвечать на вопросы, либо ловить тогда в кулуарах. Выбирай лучший вопрос. Три. Три, да, лучших вопросов у тебя. Ну, конечно, я не могу не отметить вопрос про Викторию Метрикс. Про авторизацию – это хороший вопрос. Ну, и про даунсамплинг, пускай будет. Да, поднимите руки, кто задавал эти вопросы. Да, все. Вот три руки, вот вы получаете три подарка. Да, вот сейчас к вам подойдут или вы к нам подходите. Друзья, давайте поаплодируем Владимиру. Супер, классно, технический доклад. Вов, тебе тоже подарок от Тонтика. Пожалуйста, примей этот здоровский рюкзак.